доброго всем утро так мои хорошие сегодня я приготовлю суп со свеклой оля борщ но почему я не утверждаю что именно это больше потому что он варится совсем по-другому не как классический борщ кому будет интересно как я варю такой суп тире борщ давайте со мной я вам покажу такой легкий вариант кому вообще не нравится такая тема можете поискать другой вариант супа да вот нам понадобится мясо а я для супа беру обязательно косточки какие-то вот муж у меня любит ребрышки и немножко филе потому что дети любят именно такие вот мясные кусочки без жира без костей но для того чтобы был супчик вкусный бульончик вот обязательно должны быть косточки свекла картофель морковь и репчатый лук обратите внимание да здесь капусты нет да это такой суп без капусты нам капуста вот именно вообще пусть будет в кавычках оля борщи нам не очень нравится и вот мы варим без капусты и кстати же зажарку я тоже не делаю вот такая большая кастрюля как всегда на нашу большую семью и мы холодную воду сначала кладем закладываем наши кусочки мясо вот мы заложили только теперь мы включаем плиту и будем ждать когда закипит вода чтобы снять пенку но обязательно естественно закрываем подождем вода начинает закипать и появляется вот такая пеночка то нам нужно ее все убрать от этого будет зависеть вкус бульона и всего супа убрали пену вода у нас бульон у нас закипел я теперь бросаю свеклу прям в этот бульон значит мы сейчас вот это по свеклу положили к мясу и теперь вот свинина насколько варится где-то час полтора до так как есть все таки у нас там ребрышки поэтому где-то час мы будем варить и и вместе со свеклой да кстати я еще сразу солю может это неправильно я не знаю я делаю так солю и кладу лаврушку мне так нравится еще раз говорю кто не согласен может лаврушку и соль класть потом я кладу сейчас сразу и вот час где-то на среднем огне чтоб кипела не сильно но и не просто так стоял без дела до немножко вот такой вот среднее кипение где-то час вернемся через час к нашему супу прошел где-то час я кстати положила сюда еще помидор порезала и просто положил помидор опять же для вкуса можно положить свежий можно соленый теперь мы мы добавляем лук мелко порезанный две луковицы у меня здесь добавляем лук и натрю морковку сейчас морковку натерла на крупной терке добавляем в суп пусть теперь покипит на среднем огне еще минут десять пока у нас борщ варится а мы с вами сделаем тесто для пирога так мы сейчас сделаем тесто конечно хлебопечки для этого нам понадобится 2 чайные ложки дрожжей 500 грамм просеянной муки 2 чайные ложки соли 3 столовые ложки сахара 2 яйца 45 грамм растить сливочного масла 220 миллилитров воды обычной воды все ингредиенты вы положились сейчас я поставлю в хлебопечку ну вот поставили на 2 часа 20 минут ребятки у нас супчик значит лучок морковка все кипит что я сейчас делаю я достаю свеклу который у нас варилась почти минут час двадцать где-то она у меня тут вот варим так все циклом и доставим я ее разрежу пополам как она легко видите но уже готова вот я ее пополам разрезаю чтобы она просто хорошо но остыла чтобы она остыла быстрее вот она сейчас пока она будет остывать мы нарежем картошку нарезала картошку вот такими брусочками примерно вы можете нарезать как вам больше нравится мелко крупно ну кто как любит добавляем картошку суп понемногу здесь у меня помидорка соленая мне нравится когда супе ну вот такое как бы кислинка присутствует я ее просто мелко размяло и добавляю добавили все что нужно теперь у нас свекла уже подостыла я ее сейчас натру на терке картошка минут 15 должна повариться пока я натру свеклу картошка поварилась мы сейчас проверим как всегда на ее готовность она должна быть уже наполовину готова потому что свеклу варить долго не надо да можно уже добавлять свеклу или свеклу свеклу так я натёрну на крупной терке и мы сейчас эту всю свекла короче вот эту вот штуку отправляем сюда так как свекла у нас уже готова до поэтому мы сейчас варим минут пять не дольше добавляем что мы добавляем соль перец приправы если нужны вам какие-то в общем на этом этапе мы все добавляем подождем еще пять минут так смотрите у нас покипела минут пять и последние я добавляю сюда 9 процентный уксус где-то будет столовую ложку даем закипеть добавляю укроп накрываем сейчас закипит и выключаем и все и оставляем минут на 20 чтобы настоялся выключаем можно положить еще чеснок сюда вот сейчас до оставляем их минут 20 настояться и можно кушать готовьте кому понравился мой рецепт он легкий и супчик борщ получается тоже такой легкий приятного аппетита миха даю и и и и и и и